Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! С вами 12-я чемпионка мира по шахматам Александр Костенюк. Уже совсем скоро, 19 апреля 2021 года, в Екатеринбурге возобновится турнир претендентов по шахматам. Этот турнир уже вошел в историю как самый продолжительный турнир претендентов. Ведь стартовал турнир в марте 2020 года, а имя претендента на шахматную корону мы узнаем только в апреле 2021 года. С момента окончания первого круга прошло достаточно времени, чтобы подзабыть некоторые детали. Поэтому в этом видео я постараюсь вместе с вами вспомнить о том, как шли по турнирной дистанции игроки в марте 2020 года. Ну что, поехали! Результаты первого тура турнира претендентов 2020 у вас на экранах. Этот тур был сыгран 17 марта 2020 года. И зная сейчас результаты первого круга, мы можем сказать, что уже в первом туре Фабиано Каруано продемонстрировал свою отменную дебютную подготовку. Без проблем сведя партию в ничью черным цветом против Максима Вашьелограва явно не заладилась игра у день лежения. А Ян Непомнящий начал свое восхождение наверх турнира на таблице, одержав очень важную победу черным цветом над Анишем Гире. Всего в первом круге было сыграно 28 партий. Конечно, осветить все партии в деталях мы не сможем. Поэтому я расскажу вам о ключевых моментах каждого тура. Итак, две результативные партии первого круга. Динг Лежень уступил белыми фигурами Ванг Хао. Вот ключевая позиция их встречи. Сороковой ход. Тот самый контрольный страшный ход. И Динг Лежень играет не точно. Он делает ход ладья Д на Д2. И мы видим, как падает градусник, как ползет градусник вниз. На самом деле позиция белых, безусловно, неприятная. Но они еще могли удержаться на плаву, заметив вот такой вот неожиданный тактический удар. Идея в том, что после СД неожиданно черный король оказывается в очень неуютной для себя ситуации. После ДЕ последует ладья С6. И король не может удержать сразу две ладьи. Соответственно, на Д4 черные не могут бить пешкой С и вскрывать линию С. А в случае ладья бьет Д4, белых спасает тот факт, что они отыгрывают пешку Д на король Д5. Следует конь бьет Д4. И затем после король бьет Д4. Ладья Д2. Черный слон на Д8 оказывается под ударом. Если же после конь С2 пешка идет вперед, то вновь конь Д4, шах, вилка, тут белые сидят пешку на Ф5. Ну и пешка ДС, Д3 никуда не проходит, так как белые ладья и король сторожат эту опасную преступницу. Но белые не смогли. Не смогли поднять в цитноте эту идею. Не смогли найти ход Д4. И после ладья ДД2 последовало слон бьет Х4, ладья Ж2 и очень красивый ход ладья Ж4. Оказывается, что слон и пешки черных на королевском фланге гораздо сильнее белых ладей. В случае принятия жертвы черные могут побить на Ж4 как пешкой Аш, так и пешкой Ж. И после, например, АЖ, король Е3, Ж5 продемонстрировать силу своих пешек и слона. В партии белые не приняли жертву качества сразу же. Но после ладья Х2, Ж6 им пришлось. Пришлось все-таки съесть ладью на Ж4, конь бьет Ж4, ФЖ, король Е3, слон Е7 и лавина пешечных. И лавина черных пешек просто заставила белых капитулировать. 0-1 и первая победа в Екатеринбурге была одержана черными фигурами. На самом деле в партии Яна Непомнящего из первого тура тоже победу праздновали черные. Партия сложная, интересная. Было разыграно английское начало. Применил Аниш Гири новинку. Но давайте посмотрим, как мне кажется, самый ключевой момент борьбы. Вторая результативная партия закончилась также победой черных. Яна Непомнящий обыграл черным цветом Аниша Гири. Много ключевых моментов, много сложных моментов в этой партии было. Удивил Аниш Гири в английском начале Яна Непомнящего. Но в Миттельшпиле отреагировал несколько раз не лучшим образом. И вот после 28-го хода черных 0-0. На 28-м ходу рокировались черные в этой партии. Создалась такая интересная позиция, где играющий белыми Гири решил пожертвовать ферзя. Ладья побил на c4, попал под связку с тем, чтобы после король g7 отойти ферзем на b3. Ладья b8, слон е6, ладья b3. И после слон б3 возникла позиция ладья и слон против ферзя. Но, видимо, оценил этот Эншпиль неправильно, играющий белыми шахматист. Потому что Ян Непомнящий постепенно усилил позицию. Под угрозой на движение пешек е и f белым пришлось отдать еще и слона. Ну и здесь какие-то, возможно, шансы оставались на крепость. Но посмотрите, как убедителен был действовавший черными фигурами Ян Непомнящий. Постепенно подошел король. Сначала черные выиграли пешку h4. Заставили ладью уйти с линии g. Подошли королем к пешке h. Съели пешку h и затем подошли королем на f4. И вот таким вот интересным переходом на d4 с тем, чтобы сыграть ферзь d3 и создать идею перехода в выигранный пешечный Эншпиль заставили белых капитулировать. И давайте посмотрим на турнирную таблицу после первого круга турнира претендентов. Итак, старт турнира претендентов, безусловно, вселил российских болельщиков надежду на успешное завершение турнира. Ведь как начнешь турнир, так его и закончишь, не так ли? Не совсем так, к сожалению. Но во главе турнирной таблицы после первого тура Ян Непомнящий и Вангхау у четырех участников по полочка и двое проигравших замыкают турнирную таблицу. Но это, безусловно, только начало. Переходим ко второму туру. 18 марта 2020 года. Второй тур турнира претендентов и вновь две победы. Белыми фигурами одерживают победу Максим Вашьелограф в партии против Динглижения, а также Фабиана Каруана также белыми фигурами берет вверх над Кириллом Алексеенко. Ян Непомнящий против Александра Грещука и Вангхау против Ани Шагири играют в ничью. Смотрим ключевые моменты. Уже несколько странно подумать, что эта позиция встретилась впервые в классических шахматах только год назад. С тех пор утекло много воды и сыграно много интересных партий. Но именно в партии Каруана Алексеенко второго тура кандидатского турнира 2020 был применен впервые острый ход Д6. Белые сразу захватывают пространственный перевес, не боясь ослабить пешку Д. Кирилл отошел слоном. Слон Ф8. Последовало Х3. Слон Х5. Конь Б5. И здесь черные, видимо, допустили неточность. Надо было сразу бороться с неприятным положением коня на Б5, который поддерживает пешку Д6. Но так как сейчас угрожает вилка К7, прежде всего защититься надо было от нее ходом ЛБ8 с идеей сыграть А6 Б5. В партии же последовало ладья Е6. Это дало Белым время, чтобы укрепить пешку на Ф4. И позиция сразу стала достаточно неприятной. Быстро завершилась партия. Возможно, где-то она могла завершиться даже еще быстрее. Хотя позиция оставалась острой. После Ж4 черные отдали фигуру. Слон Ж4. ХЖ. Конь Ж4. И, казалось бы, вскрытая позиция Белого Короля дает им надежду на контр-игру. Но Каруана был точен. Не так много фигур черных принимают участие в атаке. И уже на 34-м ходу черные в этой партии признали свое поражение. Всего одной ошибки черных хватило для того, чтобы проиграть партию. Во встрече Максима Шелографа Динклижень. Китайский шахматист в этой позиции после 15-го хода белых А4 неосторожно двинул свою пешку Ф на два поля вперед. На самом деле надо было быть скромнее и сыграть Ф6. Разница между продвижениями пешек заключается в том, что после Ф6 пешка черных Ф защищает пешку Е5. После же Ф5 пешка Е5 защищена только пешкой Д6. И этого недостаточно, что показывает вариант, который случился в партии. Ф5, АБ, АБ, ладья А8, слон А8, С4. И здесь, стой пешка на Ф6, черные бы могли спокойно отойти ладьей на Ф8, уходя из-под угрозы неприятной связки по диагонали А4 Е8. Здесь же ход ладья Ф8 не так убедителен, потому что белые бьют на Б5 и на ферзь бьет Б5. Выясняется, что следует очень неприятный ход КЕ5. Вот здесь бы как раз и пригодилась пешка на Ф6. Но сейчас после ДЕ скрытый шаг, и белая пешка отыгрывает слона с решающим эффектом. Из-за всего этого черным пришлось просто отдавать пешку на Б5, и внезапно позиция белых просто стала абсолютно выигранной. Что и доказал Максим Вашилограф чуть позже в этой партии, одержав свою первую победу на турнире. После второго тура во главе турнирной таблицы «Квартет шахматистов» Фабиана Куруана, Ян Непомнящий, Максим Вашилограф, Ванг Хао. Но впереди еще так много всего интересного, поэтому идем дальше. Третий тур. В третьем туре результативно закончилась лишь одна партия. Сейчас, смотря ретроспективно, я думаю, Фабиана Куруана много бы отдал, чтобы переиграть именно этот тур и эту встречу. Ведь никто не заставлял его так рискованно играть черными фигурами, идти на острый и считающийся сомнительный, сомнительным дебютный вариант. Да, безусловно, он получил огромный перевес по времени, но Дин Клижень проявил принципиальность, и ему удалось одержать победу белым цветом в этой партии. В той самой злополучной для Фабиана Куруаны партии третьего тура все поначалу складывалось замечательно для американского гроссмейстера. Он удивил своего соперника в дебюте, применив острый вариант славянской защиты, который не использовал очень давно, причем уже на девятом ходу американец подготовил удивительную новинку – ход Е5. Играл он очень быстро, в то время как китаец тратил много времени на раздумывание. И, честно говоря, следящим за этой партией со стороны казалось, что где-то Фабиана Куруана должен привести партию к победе. Но, обойдя много подводных камней и воспользовавшись неточностями Фабиана Куруаны, видимо, он где-то поторопился, может быть, что-то перепутал в своих анализах, белые, сами того не ожидая, наверное, по первому часу борьбы, но так или иначе смогли увести Ферзя, который пробежался по минному полю на Ж3, безусловно, пользуясь помощью соперника. И уже после хода Ферзь Ж3, вот в этой позиции, несмотря на перевес огромный по времени, у черных, у белых был перевес по позиции. И Дин Клижень отметил, что где-то здесь дым рассеялся, и он понял, что позиция у него с серьезным перевесом, который ему удалось довести до победы. И смотрим на турнирную таблицу после третьего тура. Только одна результативная партия, но положение участников сильно изменилось. Три у шахматистов Ян Непомещи, Максим Вашилограф и Ванг Хао остались впереди турнирной таблицы. Фабиано Каруана отлетел на дележ четвертого места, а Дин Клижень немного пришел в себя за счет этой победы после крайне неудачного старта. Посмотрим, что приготовил для любителей шахмат и для самих шахматистов четвертый тур. Все партии четвертого тура, который состоялся после первого на турнире выходного, завершились миролюбиво. Но все ли было так просто и безоблачно в них? Давайте посмотрим на один очень важный момент четвертого тура, а именно на партию Максим Вашилограф и Александр Грещук. До голых королей играли Максим Вашилограф и Александр Грещук в партии, которая началась берлинским Эншпилем. Максим Вашилограф является признанным специалистом этого варианта один из немногих красмейстеров, кто смело и почти исключительно идет белыми на этот вариант с разменом ферзей и раз за разом ставит серьезные проблемы, играющие черными. Эта партия не стала исключением. Разыграл один из основных вариантов Максим Вашилограф, попал в сильный цитнот Александр Грещук и, казалось бы, победа уже совсем близка, ведь у Александра Грещука к 26-му ходу оставалось всего 2,5 минуты до контроля, до 40-го хода, но что самая страшная позиция была проиграна. Давайте посмотрим на ключевой момент этой партии, который случился на 30-м ходу. После 29-го хода черных белые, очень интересно, играли партию, пожертвовали пешку А4, прошу внимания, на этот ход, открывая дорогу слону, конь бьет А4 и здесь последовало практически немедленное слон А3, играя на цитнот соперника, увлекся Максим Вашилограф этой игрой и не заметил, не заметил, возможно, неочевидную, но очень сильную возможность, которая была у белых. Безусловно, для шахматиста такого уровня надо было только почувствовать, что этот момент является ключевым и найти верное решение. Ладья Е4, связывая две черные фигуры по 4-й горизонтали, Б5 приходится играть черным, так как слон не может отлучаться от защиты пешки Ф7. И здесь ладья бьет С4. Жертва качества для того, чтобы залезть ладьей на Ф7 и полностью дискоординировать фигуры черных. Ладьи на 8-й горизонтали не могут наладить игру. Ну, а белые могут продолжать поедать пешки на обжорном ряду. Пешка Ж7, пешка С7 под боем. После ладья бьет Ж7, например, есть неприятная угроза Конь Е6, слон А3, ну и черные. Черные абсолютно беспомощны. Конечно, ладья бьет С7. Тоже не стоит забывать про этот ход. Вот таким вот образом могла закончиться эта партия. Очень интересный берлинский Эншпиль, который все же, все же после хода слона А3 шах удалось белым-черным. Удалось черным свести в ничью. Наверное, где-то переоценил. Вот позицию, которая возникла на доске в этом варианте. Максим Вашилограф. И все, как мы уже знаем, закончилось. Позиции с голыми королями. Всего лишь ничья. Всего лишь ничья. И турнирная таблица после четвертого тура не сильно претерпела изменения, ведь все партии завершились мирно. Тем не менее, выведу таблицу после четвертого тура на экраны. Ян Непомнящий, Максим Вашилограф, Вангхао делят первое и третье место. Два с половиной из четырех. Фабиана Каруана, Александр Грещук на 50% отметке. Два из четырех. И Дин Ли Жень, Аниш Гири и Кирилл Алексеенко замыкают турнирную таблицу с полутора очками из четырех. Смотрим пятый тур. В пятом туре очень важную победу одержал Ян Непомнящий белыми фигурами. Он взял верх в русской партии против Вангхао. Все другие три партии завершились мирно. Поэтому смотрим, в какой момент дрогнул китайский шахматист. Итак, перед нами критический момент пятого тура партии Ян Непомнящий. Вангхао Ян только что быстро и уверенно сделал ход ферзем на Б8 и занервничал, дрогнул. Китайский спортсмен не нашел верного решения. Безусловно, это все не так просто и очевидно. Но, тем не менее, черные сделали в этой позиции ход ферзь Д7, который, в отличие от других возможностей черных, например, взятие на Д4, смелого взятия на Д4 или даже ходу ферзь Е7, ведет к практически немедленному поражению. Ферзь Х8. Переброска ферзя с ферзевого на королевский фланг. Нападение на пешку Х7. Приходится ее защищать ходом Король Е6. И здесь следует Ф4, создающая ни много, ни мало, но очень неприятную угрозу. Ф5. Конь бьет Д4 последовало в партии. Ферзь Ж8. Ферзь Ф7. И такой небольшой дриблинг ферзем. Повторение позиции. Вот ферзь Д8. И выясняется, что в случае отступления коня на Б5 черные терпят поражение после А4, выбивая коня с угрозой ферзь Д6 мат. Приходится черным отдавать материал. А угроза мата очень неприятна. Поэтому надо как-то от него защищаться. Висит к тому же конь. Соответственно, защит не так много. Ферзь Д7 играет Вангхау. Следует Ф5, ЖФ, ЖФ. Конь бьет Ф5 и остается без фигуры. Остаются без фигуры черные. Важная победа Яна Непомнящего, так как он за счет нее вырывается, выходит вперед в турнирной гонке. Но сам Ян на пресс-конференции заметил, что важно, кто будет впереди после заключительного тура. Остальное не имеет большого значения. Разумеется, здорово победить белыми, сказал Ян, потому что я не получил ничего существенного против Александра Грещука моей прошлой белой партии. Хорошо, что сегодня моя подготовка принесла больше успех, но в целом турнир только начинается. И смотрим на турнирную таблицу после 5-го тура, который был сыгран в Екатеринбурге 22 марта 2020 года. Итак, Ян Непомнящий 3,5 из 5. На второй строчке турнирной таблицы с тремя очками из 5. Максим Вашилограф, Фабиана Каруана, Вангхао, Александр Грещук по 50%, 2,5 из 5. Дин Клиженя, Кирилла Алексеенко и Аня Шегири 2 из 5. Но, как отметил Ян Непомнящий, все только начинается. В шестом туре нас ждали вновь две результативные партии. Вторая подряд победа Яна Непомнящего над Дин Клиженем и победа черными фигурами Аня Шегири над Кириллом Алексеенко. В случае партии Алексеенко Гири очень неудачно действовал в итальянской партии Кирилл Алексеенко белыми фигурами и Ани Шегири. Сумел воспользоваться этой неудачной игрой. А в партии Яна Непомнящего с Дин Клиженем вновь угадал с дебютом Яна Непомнящий, но действовал очень быстро, уверенно и одержал убедительную победу. Казалось бы, все так просто, но был один очень интересный момент. Смотрим. На 33-м ходу, уже находясь в сильном цитноте, ведь Ян Непомнящий играл очень быстро и уверенно, ну и что тут скрывать в неприятной позиции, черные проходят мимо фантастической возможности спасти партию. Здесь было сыграно ладья c5, ну и после ферзь е8, король h7, последовал несколько неожиданный ход, но очень сильный конь g1. Таким образом белые защищают слабые белые поля, и черные беззащитные, настолько сильна пешка b6. Ладья бьет b6, еще попробовал сыграть Дин Клижень, последовала ферзь бьет d8, ладья b2, ладья b2, ладья c1, связывая защитника короля, но белые на чеку, ферзь h4, размен ферзей и абсолютно выигранный эншпиль с лишним качеством. Однако, отмотаем пленку несколько назад, перенесемся вот на этот роковой ход, где черные упустили возможность играть ничью. А стоило им найти ход ладья бьет b6, безусловно, совершенно не бросающийся в глаза. Ладья бьет b6, вариант, конечно, этим не заканчивается. Ладья бьет b6, ферзь е2, именно в этом идея. Ладья b8, и здесь хладнокровный ход ладья е5, с угрозой мата по первой горизонтали. И белым не остается ничего лучшего, как сыграть ладья d8 на король h7, отдать ладью с тем, чтобы забрать вот эту занозу в позиции белых, пешку h3, ну и, скорее всего, завершить партию в ничью через несколько ходов. Вот такая вот возможность была у Динкли Женя. Не знаю, разбирал ли он этот ход ладья бьет b6, или даже не попало в поле зрения ему это продолжение, но так или иначе Ян Непомнящий продолжил шествовать по турнирной таблице и смотрим на результаты участников, на положение участников турнирной таблицы после шестого тура. После двух побед подряд уже на целое очко оторвался Ян Непомнящий. 4,5 из 6 у него было на тот день. Максим Вашилограф на второй строчке имел 3,5 из 6. Затем целых четверо участников на 50% отметке с 3 очками из 6 застыли. Ну и по 2 из 6 у неудачников старта Динкли Женя и Кирилла Алексеенко. На турнире после шестого тура был выходной, и мы с нетерпением ждали продолжения битвы в седьмом туре 25 марта 2020 года. Седьмой тур и партия лидеров. Максим Вашилограф, Ян Непомнящий, весь шахматный мир замер в ожидании и французская защита. Была разыграна французская защита, это стало неожиданностью для многих, в том числе и для Максима Вашилографа, хотя после партии с Кириллом Алексеенко на этом турнире, где Ян Непомнящий уже применил французскую защиту черным цветом, Максим Вашилограф и его секунданты, безусловно, немного посмотрели этот дебют, и давайте посмотрим, что же из этого вышло. Что же, смотрим ключевую партию седьмого тура, вновь французская защита. Вариант Виновера. Применяет план с надвижением пешки до h5 Максим Вашилограф, чтобы захватить пространство и еще больше стеснить черных. По мнению победителя в этой партии черным не удалось уравнять. Все время белые сохраняли перевес. Наверное, одним из ключевых моментов в этой партии явилось решение черных сыграть c4 на 18-м ходу. Смотрим на этот момент. Слон d2, ладья b8, конь e2 было сыграно, и здесь черные сыграли c4, отдавая поле b4 ключевое и замыкая центр. По мнению французского гроссмейстера, это верный план. Закрытие центра логично, но не своевременно. После хода c4 белые сделали рокировку и затем, пользуясь как раз ослабленностью пункта b4, сдвоились по линии b, поставили ладью на b4. Взятие на b4, как часто бывает в таких закрытых позициях, лишь поможет белым вскрыть линии. Поэтому качество здесь не столь существенно. Вот это важный тактический нюанс. Давайте посмотрим на конь b4, cb, ферзь a6, b5. Скрывается диагональ a3, f8. И затем просто белые могут пойти f5, конь f4 и перейти в атаку. Поэтому конь b4 выглядит совсем грустно. Черным пришлось вернуть коня на e7, но слон белых все равно попал на эту ключевую для этой позиции диагональ. А3, f8 перевел Максим Вашьилограф слона через поле c1. И с каждым ходом позиция черных все ухудшалась. И ухудшалась достаточно грустная партия в том плане, что так, по крайней мере, показалось, шансов у черных не было. Белые просто получили хорошую позицию по дебюту и постепенно переиграли своего соперника. Итак, седьмой тур сыгран. Ключевой партией лидеров Максим Вашьилограф одержал победу, догнал Яна Непомнящего. Давайте посмотрим на турнирное положение после семи туров, а потом обсудим, что же произошло дальше. Итак, смотрим на турнирную таблицу. Положение после седьмого тура. Максим Вашьилограф и Ян Непомнящий по 4,5 очка из семи. Но в турнирной таблице на первой строчке стоит Максим Вашьилограф, потому что по положению турнира претендентов первым критерием тайбрейка является личная встреча. И, как мы помним, только что Максим Вашьилограф обыграл Яна Непомнящего. И за счет этого пока-пока является главным претендентом на матч с Магнусом Карлсоном. С третьего по шестое место делят четыре шахматиста. Фабиана Каруана, Аниш Гири, Ванхау, Александр Грещук по 3,5 из семи. Удин Леженя и Кирилла Алексеенко 2,5 из семи. И кажется, что впереди нас ждет очень интересный второй круг. Да, это на самом деле так. Но знали ли мы год назад, что этот второй круг и восьмой тур начнутся не на следующий день, а более чем через год? Итак, восьмой тур турнира претендентов в Екатеринбурге. Фабиана Каруана белыми сыграет с Максимом Вашьилографом. Ванхау белыми с Динкли Женем. Ян Непомнящий белыми против Ани Шагири выступит. И Кирилл Алексеенко начнет этот круг белыми фигурами против Александра Грещука. Ждать осталось совсем недолго. Увидимся совсем скоро. И начнем, наконец-то, второй круг. Такой долгожданный второй круг турнира претендентов. Чтобы узнать имя того самого претендента, который в конце этого года сыграет матч с действующим чемпионом мира Магнусом Карсланом. Итак, 19 апреля 2021 года. Игроки вновь должны сесть за шахматные столики. И, честно говоря, то, что случилось в первом круге этого турнира, безусловно, очень интересно и познавательно, но по-хорошему уже давно стало историей и не имеет к сегодняшнему дню никакого отношения, кроме показателей в турнирной таблице. Вместо марафонной дистанции в 14 туров игрокам предстоит пробежать спринт в 7. Что же ждет нас во втором круге турнира претендентов? Кто в какой форме окажется на сей раз, приехав в Экосеренбург? И кто же сыграет матч с действующим чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсаном в декабре этого года? Узнаем совсем скоро. Уже 19 апреля, как и во все другие дни игры, за час до игры мы начнем прямую трансляцию вместе с международными гроссмейстерами Евгением Томашевским и Екатериной Лагно, а также гостями студии Ческом.ру. Будем ждать вас на каналах Ческом.ру, чтобы вместе следить за самым значимым спортивным событием шахматного календаря, который, наконец-то, продолжается. Вы сможете принимать участие в конкурсе прогнозов, общаться с ведущими, следить за игроками. Так что приходите, должно быть очень-очень интересно. До скорых встреч! 19 апреля на каналах Ческом.ру. Будем ждать вас в прямом эфире. Не болейте, играйте в шахматы и увидимся. Пока-пока!